Здравствуйте! Сегодня у нас не самый интересный обзор с вами. Машинка эта у нас уже была. Все технические характеристики я уже рассказывал в предыдущих видео. Это машинка Wall Magic Clip Cordless. Машинка с комбинированным питанием. Она может работать от провода и без провода от аккумуляторов. На обзор она попала, потому что в очередной раз Wall изменил упаковку. Но помимо этого сделал редизайн самой машинки. Вот она здесь изображена. Мы её достанем и посмотрим в чём же разница. Ну, разница в упаковке. Упаковка стала больше. Она с фирменным логотипом 100 лет машинка Wall. Немножко изменили информацию здесь. Добавили величину среза, чтобы сразу было понятно по упаковке, где какой нож на машинке. 0,8-2,5 мм. Ну и сзади порасписали всевозможные преимущества этой машинки. Что она эффективная, лёгкая, мощная. Что у неё лезвие хромированное, которое обеспечивает быстрый фейд. Что у неё мощный аккумулятор. Идеально подходит для удаления массы волос. Хотя это не так, благодаря лезвию. Не совсем идеально. И какой-то надмозг перевёл здесь, что уникальное лезвие с разнонаправленными зубьями. Нет, они не разнонаправленные. Это они, видимо, перевели стагер, стейджер. Не разнонаправленные. Просто разные высоты зубчики. Там есть большие и маленькие зубчики. Ещё посмотрим, кто не видел. Итак, коробка открывается таким вот образом. Внутри коробки ещё одна коробка. Упаковка стала больше, чем раньше. Меня это не очень радует, как продавца. Вас тоже не должно особо радовать, потому что стоимость доставки может увеличиться. Внутри те же самые насадки. 8 штук от 1,5 до 25 мм. То есть 1,5-3,4,5 и больше. Здесь у нас зарядная. В данном случае европейская. Щёточка для чистки масла. Под вот этой пластиковой вкладочкой у нас там внизу макулатура. Всевозможная инструкция, гарантийник и так далее. Машинка. Это новая машинка. У неё в комплекте, кстати, идут новые труселя. Уже венгерские труселя. До этого были американские. Они немножко другой формы были. Что, в общем-то, на качество машинки никак не влияет. Итак, вот эта вот машинка более древняя. Она уже в Венгрии, но ещё старого дизайна 18-го года и предыдущих годов. Это машинка дизайна 19-го года. Сама машинка, мотор, аккумулятор, зарядная, нож, всё осталось то же самое. Абсолютно. Изменили только некоторые внешние элементы. Во-первых, что сразу бросается в глаза, это рычажок и кнопка включения вот такого стрёмного цвета детской неожиданности. Младенчиковой неожиданности такой. Видимо, они хотели изобразить какой-то золотистый цвет, но в реальности выглядит так же позорно, как и на фото и на видео. Чёрный цвет был проще, но как-то он был посимпатичнее. Хоть я и не очень люблю чёрные вещи. Итак, изменили цвет рычажков, и это не очень заметно на видео, но тем не менее, изменили цвет корпуса. Вернее, цвет остался тот же самый, но добавили перламутра. То есть, новая крышечка блестит посильнее. Кроме того, изменили надпись. Надпись теперь должна стать более устойчивой. Во всём остальном, машинка осталась прежней. Надпись стала более устойчивой за счёт того, что вот эта наклеечка с буквами стала немножко шире. Это не очень видно. Здесь буковки были впритык обведены скотчем этим, на котором всё это приклеено. Здесь стало чуть пошире. То есть, будут стираться не за три месяца, а за три с половиной. Ну, окей. Собственно, вот и все изменения. Цена не изменилась, характеристики те же, но немножко изменилась внешность. Хорошо это или плохо, это выбирать вам. На этом обзор закончен. Если хотите узнать технические подробности, смотрите предыдущие видео. Там всё было рассказано. И мощность, и прочие интересные штуки. На этом всё. Будут вопросы задавать их в комментариях под видео. На этом, пожалуй, всё. Пока-пока.